МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ «Автобусы маршрута номер 21М» доедут до улицы Потапова, где будут разворачиваться и ехать в обратном направлении по дублеру улицы Новосадовой, а далее направо, на улицу Советской армии, по своему маршруту. Движение автобусов номер 61 организовано по временной схеме. На пересечении улиц Новосадовой и Солнечной перед пешеходным переходом предусмотрена временная остановка общественного транспорта. На пересечении улиц Новосадовой и Советской армии автобусной остановки не будет. При этом ближайшая остановка организуется у гостиницы Ренессанс. Администрация Кировского района информирует, что вместе с жителями и представителями ТОС подготовили три новые заявки на участие в губернаторском проекте «Содействие». Это «Чистая улица», восстановление проезда по 8-й линии Барбошиной поляны, «Дорога к дому», восстановление проезда по 12-й линии Барбошиной поляны и «Детская радость». Второй этап – устройство детской площадки по улице Аэрофлотской, 74-76. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки «Самары» поздравляет в своем телеграм-канале участника Великой Отечественной войны Петра Яковлевича Алексеева, который отметил 95-летний юбилей. В 1944 году Петр Яковлевич был призван в ряды советской армии. Сначала был рядовым солдатом, потом, окончив командное училище связи, в звании лейтенанта, служил в гвардейской 8-й армии. После окончания войны еще пять лет выполнял боевую задачу по охране боеприпасов с химическим оружием. В Саратовской области награжден медалями за победу над Германией, за безупречную службу 1-й, 2-й и 3-й степени, медалью ветеран вооруженных сил, юбилейными медалями Великой Отечественной войны. Петр Яковлевич Алексеев написал и издал пять книг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова